17 часов и вы слушаете интернет-конференцию что происходит в россии мире 21 выпуск данная интернет-конференция это информационно-антическая программа в которой я расскажу о политических экономических социальных событиях истекшего месяца которые могут оказать влияние на вас с вами на наших родных и близких и на нашу родину руси впрочем вы это знаете говорю это в качестве заставки сегодня мы будем рассматривать события которые вот уже прошли в почти прошедшем месяце сегодняшнем и начнем с международных событий которые действительно были по своим масштабам беспрецедентными и наверное мы будем вспоминать о них много-много лет много-много лет после того как свою очередь судьбоносными события были 12 года так и 13 год очень наравне выступил и выступает еще не закончился вместе с теми событиями которые были в 12 частности еще в августе разгорелся кризис вокруг Сирии и вот мы начинаем международный обзор я напомню быстро ход текущих тех событий которые происходили в Сирии под Дамаском в ночь с 20 на 21 августа был совершен теракт обстреляны с помощью ракет за Зарином так сказать кварталы были мирные жертвы была съемка во всем этом обвинили Башара Асада и его войска в то время как на самом деле это была провокация провокация международных террористов которые воюют под разными марками в Сирии для того чтобы спровоцировать военную интервенцию в эту страну в данном случае Барак Хусеймич Обама президент Соединенных Штатов на протяжении уже получается более чем полугода говорил о том что красной чертой для вторжения в вас будет для Соединенных Штатов химическая атака террористы несколько раз предоставляли возможность Соединенным Штатам атаковать и почему-то об этом мы еще поговорим вот именно эта атака стала судьбоносной. События развивались очень стремительно и где-то напоминали Каипский кризис в прошлом веке но там была причина ядерное оружие вот здесь вот и реальное оружие которое мы поставили на Кубу а здесь соответственно мнимые провокации то есть специально устроенная провокация поскольку все запасы химического оружия в данном случае находятся под контролем Башара Асада и сил государственных сил Сирии так вот на самом деле ситуация была пожалуй самая накаленная с того момента поскольку кризис должен был вообще перерасти в большую полномасштабную войну может быть с участием даже ядерного оружия мы видели как президент президент США начал лавировать то есть ту группу международных международной олигархии или лучше ее правильно назвать мировой фракции мирового правительства которая стоит за Бараком Хуцельевичем Обамы не была настроена для того чтобы развязать войну и в данном случае они пытались всячески от этого вернуть списав это на конгресс вы помните парламент Великобритании может быть кто не в курсе запретил своему премьер-министру Дэвиду Кэмерону начинать войну это еще один был сигнал о том что партия Ротшильдов которая находится на стране Обамы лучше сказать Обама на стране Ротшильдов находится дала команду войну не начинать на саммите уже 20 которая проходила у нас в России Владимир Путин дал шанс Бараку Обаме не потерять лицо и возможно не попасть под импичмент который очень вероятно был Бразил и выйти из ситуации в общем-то без серьезных потерь хотя репутационные потери на самом деле очень сильны но тем не менее мы видим что закончился в этом месяце кризис мы видим закончился и договорились о том что мы будем помогать уничтожать химическое оружие с нас гарантии не берут а значит автоматическое невыполнение или по каким-то причинам невыполнение уничтожения в сроке не влечет сразу агрессии возможность агрессии потому что этим тоже определенные силы хотели воспользоваться то есть на самом деле в геополитическом политическом дипломатических фронтах мы одержали сокрушительную россия сокращала победу такую победу которую в общем ближайшие даже в обозримой перспективе 20 лет 30 лет такого пожалуй не было вот это в свою очередь очень сильно подняло авторитет россии наверное последнее такое серьезное поднятие авторитета было после того как мы предотвратили агрессию грузии против северной осетии в 2008 году сейчас же наш авторитет поднялся даже даже выше непосредственно россии и в частности президент россии владимира владимировича путина подробно эту ситуацию с геополитической точки зрения я описал своей статье которая была приурочена к митингу посольства США в пятницу 13 сентября она называется пикет протеста против мирового губстопа ну на самом деле как бы пикет пикетом но главное конечно геополитическая подоплека этого события поскольку без ее понимания вот этих вот геополитических моментов кто на чьей стороне выступал и что мы собственно добились и что мы предотвратили без понимания этого события в общем пикеты они не смотрятся и не становятся значимы поэтому я рекомендую почитать по этому поводу вам мои соображения сейчас быстренько я их скину в чат вот вот она статья русское агентство новостей пикет против мирового губстопа но та стратегия которую я описывал то есть дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе с помощью радикальных мусульманских группировок эта стратегия сейчас будет меняться в сторону связанную с союзом между США и Ираном это конечно не будет такой тесный прямой союз в классическом понимании но тем не менее США будут пытаться продолжать пытаться расколоть регион с помощью с помощью Ирана который хочет установить там свое так сказать влияние усилить свое влияние возможно построить нечто подобное нечто подобное как региональный лидер или там колониальная держава и соответственно зависимые территории нельзя скрыть так сказать нельзя не заметить что противоречия в арабском мире очень и очень серьезные то есть там существует огромное количество разного рода сект мусульманства ответвений мусульманства и так далее ну и конечно две основные группировки такие мощные ну вот как у нас православие то есть восточное христианство и западное христианство там вот у них так же примерно как сунниты с шиитами соответственно Иран Иран и Саудовская Аравия являются друг другу противоположными противоположными друг другу по вот этим направлениям и следующие действия США будут направлены на в общем-то стравливание этих двух стран здесь есть еще еще один уровень отношений связанных с синими как бы которые мировая элита связана между с Ближним Востоком вот в статье своей я там поподробнее об этом говорил кто республиканцы демократы или Ротшильды если условно так говорить с кем они связаны каким образом здесь вот замешан Израиль и в будущем я думаю что вот этот вот сценарий он будет осуществляться но несмотря на крах прежней стратегии и хаотизации мы видим что теракты вот например в Найроби в центре в торговом центре в Найроби 21 сентября кстати говоря если в ночь на 20 21 с 20 на 21 произошла химическая атака в августе в Сирии то здесь вот как-то тоже интересно совпало что 21 августа в смысле в Сирии а значит здесь 21 сентября то есть может быть это конечно совпадение может быть и нет поскольку мы знаем что мировая элита любит устраивать разного рода акции под разного рода символические даты как коммунизм знаете в Советском Союзе там 1 мая там 50 лет партии вот у них тоже свои но только эзотерические даты под которые они устраивают пакости им кажется что от этого пакости будут бессонни вот там это носит прикладной смысл сразу по данным датам можно понять и всяким родом по тексту что хотели сказать данные граждане кто этих граждан не свой род такая визитка тщеславие не позволяет просто так устраивать теракты нужно обязательно взять на себя ответственность они берут ответственность изощренным путем если простые террористы нам скажем просто звонят и говорят это сделали мы то они так не могут и не умеют они вот с путем намека этого самого делают берут на себя ответственность так вот 21 числа в торговом центре на аэробе с химволическим названием востгейт то есть значит западные посточные в смысле западные 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 врата значит произошел теракт чем-то он походил на классические теракты пришли захватили в результате боев было уничтожено это самое здание погибло 65 человек свет тянется в Лондон от разного рода разного рода вот как бы выращиваемых в Лондоне группировках мусульманских вы знаете там они в большом количестве процветают и это говорит о том что полностью данная инициатива одной из групп в частности Ротшильдами значит не забыта то есть они будут параллельно это делать и это это только теперь исходя наверное в большей степени из своих собственных ресурсов вообще нужно сказать что сейчас по сути дела воины начинают вестись новым способом если мы знаем традиционный способ горячей войны мы уже знаем информационную что такое информационная война хотя это тоже достаточно новый способ а здесь еще получается новый способ путем натравливания террористов и только потом информационной войны и во время этого информационной войны и только потом военной непосредственной интервенции в свою очередь в разделе вот касающейся России я хотел еще по нашим вопросам мы тоже очень уязвимы для данного данного сценария для данной возможности раздействия также что у нас еще было по международной политике да очень важное событие если отличься от Сирии и вообще Ближнего Востока случилось в Германии в Германии победила партия ангела нынешнего премьер-министра германии канцлера германии ангела Меркель это важно для нас с точки зрения налаживания отношений с нашими европейскими соседями ну стоит ли говорить что у нас с Германией и вообще с Европой один из самый активный торговый оборот а с Германией первый в Европе получается поэтому для нас это представляет непосредственную важность из истории мы помним что например в семнадцатом в восемнадцатом веке когда Россия и Германия дружили то в общем-то был определенный мир и стабильность на континенте это гарантировал этот союз когда же мы ввязались например первую мировую войну потом вторую мировую войну это имело катастрофически с Германией последствий и для нашей страны но даже в большей степени не для немцев поскольку поражение второе поражение в второй мировой войне конечно же ну очень сильно ударило по Германии и даже не с точки зрения экономики экономику как видите они отстроили но с точки зрения морально-нравственной и с точки зрения человеческого капитала вот как бы на многих лучших действительно сильную мощную генетику война выбила как и у нас кстати говоря но у них даже еще больше поэтому Германия для нас представляет непосредственную ценность и в Германии как я уже сказал к нашему в общем это выборно для нас победила Ангера Меркель у Владимира Путина нашего президента с ним тесные достаточно отношения они часто выступают как партнеры несмотря на то что Германия будучи тоже не совсем суверенным геополитическим образованием она пытается себе этот статус заработать и достать но есть конечно очень серьезные ограничения связанные с холокостом с разного рода национальным вопросом пожалуй избавиться от этого в ближайшее время у него нет никакой возможности и с помощью разных разного рода урок их политику все одно будут в этом отношении направлять но мы можем сказать что нас до ближайшей до 2017 года ждут достаточно предсказуемые отношения с Германией нас связывает и не только торговое партнерство но и мы поставляем энергоносители в Германию вы знаете северные две ветки северного потока туда идут в условиях изменяющего секремита значит наши поставки будут все более и более значимы для Германии особенно в условии отказа Германии от ядерной электроэнергетики вы знаете что после Фукусимы Германия отказалась от своих электростанций в свою очередь Путин тогда пошутил что-то там говорилось просто еще по поводу отказаться и от российской нефти там есть такие лоббистские группировки ну вот пошути по этому поводу шутка была что чем же вы ребята будете топить наверное дровами или чем еще ну они развивают ветроэнергетику разного рода солнечную энергетику ну понятно что в промышленных масштабах это вопрос не решит особенно после вот закрытия электростанций и изменения климата Ангел Меркель второй получается с 2005 года у руля партии фактически у них система президентская то есть не президентская республика как у нас а парламентская то есть в принципе канцлер может избираться неограниченное количество раз на свой пост лишь бы его партия побеждала то есть победившая партия ставит канцлера на его пост поэтому в Германии вот нередки такие случаи когда три срока у власти четыре срока у власти и никто почему-то не называет это страшным тоталитаризмом как в нашем случае вот но да и да что еще по поводу Германии по поводу Германии вот такая положительная для нас новость дальше в геополитической мозаике которая развития событий которые происходили в этом месяце еще наверное важны две моменты два момента что вот отвлеченное общественное внимание наше общественное внимание было сосредоточено на Сирии сосредоточено было на возможности начала вот этой новой войны и мы в основном отвлеклись от еще одной серьезной угрозы ну не все конечно но многие это стремление Европы обеспечить себе рынки сбыта и обеспечить дешевую рабочую силу путем значит лишения частичного лишения суверенитета стран ближайших к ним это по сути дела политика нового колониализма то есть если раньше приходили войска армию разбивали страны и объявлялась оккупация вы наша территория мы вас к вам присоединяем теперь несколько все изменилось в угоду политкорректности но тем не менее суть осталась прежней теперь страны привязывают не с помощью военной силы а с помощью купли элит которые управляют непосредственно темой государства в данном случае европейские почему почему купли почему я говорю об элитах почему я говорю о том что это не выбор народа и так далее потому что условия которые предлагает европейский союз для своих ассоциированных членов в Matei что сùы не делать но именно они становятся по сути дела волоса в Сав�데 колонии потому что в них они лишаются суверенитета они лишаются своего технического суверенитета они не могут действовать в соответствии своими прежними органы техническими и тому подобными вещами они не могут политические решения принимать В частности, связанные с военными действиями. Они в торговом отношении открывают свои руки и уничтожают своих собственных производителей, поскольку они не могут конкурировать с дешевым, датированным и высоким по качеству товаром из Европы. То есть, фактически, страна попадает в зависимости, передает часть своих функций другой стране, даже на национальной структуре, поскольку Европейский Союз в Брюсселе передает. И вот от этого самоубийственного шага отказалась Армения. Она заявила о том, что не будет присоединяться в этом месяце к Европейскому Союгу. И будет налаживать взаимовыгодные партнерские взаимоотношения с Таможенным Союзом, то есть объединением России, Белоруссии, Казахстана в Единый Таможенный Союз. Это положительный шаг. Это, конечно, можно всячески приветствовать, но вот, к сожалению, сейчас все идет, и, наверное, в ноябре вопрос решится о том же выборе в Украине. Дело все в том, что белорусский, украинский народ, это все единые русские русы, которые были искусственно в свое время разделены. И современные политические украинские элиты, они понимают, что то, что они хотят сделать, идет объективно во вред их стране. Они не могут и не будут продавать, не смогут, вернее, продавать свою промышленность, свою продукцию в Европу. Это касается сельхозпродукции, это касается высокотехнологичной продукции, которую они выпускают. Это касается тех же самых вагонов, которые в большом количестве они поставляют в Россию, но они будут не нужны для Евросоюза, поскольку там это уже есть, и зачастую это сильно отличается по своим характеристикам, скажем, о том, что производят на Украине. То есть, и украинская элита своего рода, если посмотреть с позиции обычного человека, делает фактически политическое самоубийство. То есть, они уничтожают собственную страну ради того, чтобы мифически куда-то войти и получить какие-то прибыли. Дело все в том, что если страна обнищает и лишится, так сказать, последней промышленности, тем более высокотехнологичной промышленности, тем более возможности продавать сельхозяйственную продукцию, то никакие свободные зоны не помогут простому человеку поехать в Европу. Вот один из плюсов, который называют, типа того, что свободное принадлежение по Европе, свободное движение капиталов. Если капиталов нет, то куда они будут двигаться, если вы не можете свести с конца концами, о каких путешествиях можно говорить. Это видно на примере Латвии, Литвы, Эстонии, у которых такие же проблемы. Вот они уже вступили в Европейский Союз, и там сейчас нищета. И все хуже и хуже. И люди все уезжают на Запад и уезжают, бросая свои дома, бросая свои семьи иногда, так сказать, заводя семьи там. Они раскалывают уже не просто какие-то отдельные субъекты, они раскалывают, по сути дела, до этого относительно суверенные страны. И вот подобная вещь наши братья, неправильно сказать, а вот украинские элиты, которые от них нам не братья, управляющие, и не отцы, и не представители своего народа, сейчас совершенно, по сути дела, это предательство, которое они хотят сделать в отношении своей страны. Поскольку, даже если они, да, так сказать, никто не говорит о вступлении в Таможенный Союз, там сразу и тому подобное, но даже суверенитет они не хотят свое обстоять, понимаете, Таможенный Союз им предлагал взаимовыгодные условия без ущемления какого-либо. Тем более, что технические связи у нас налазаны еще со времен Советского Союза. Но, вопреки рациональной, вменяемой, реальной выводе, они оперируют какими-то понятиями, которые никакой пользы не приносят. Что значит европейский выбор? Они что? Выбирают, что простой украинский народ выбирает, значит, любовь к педикам, любовь к избиянкам, прочим нетрадиционным меньшинствам, согласны, значит, отдавать детей в семьи вот этих вот больных, по сути дела, если говорить, граждан. Они готовы признать педофию, как, например, это уже происходит в Норвегии и других северных, северной Европе. Я очень сомневаюсь, что они делают цивилизационный выбор тем самым в пользу вот этого всего. Потому что я знаю многих совершенно отменяемых людей, отличных парней, значит, на Украине. Ну, они даже в страшном сне себе такого не хотят. Представляете, вот об этом очень полно, с цифрами, очень доказательно рассказал Андрей Орехов на конференции, что анализ политических событий на Украине. Она происходила позавчера. Вы можете на сайте «Ключи познания». Уже и проходит наша сегодняшняя конференция. Посмотреть, послушать. В скором времени там уже скоро появится архив. Вот, за 27.09.13, выпуск, пятый, анализ политических событий на Украине. Вот там вот Андрей подробно по этой теме поговорил. Я просто, так сказать, добавил маленькую свою лепту. Вот. Поэтому, что делать? Теперь что делать, да? Если это произойдет. Народ бунтует. Народ выражает недовольство очень многие. Но что делать? Ну, мне кажется, придется отказаться, в конце концов, от этого решения. Действительно, Украина в большей даже степени, чем Россия, как ни странно, попала под оккупацию через свои элиты. Вам, братья, нужно менять свои элиты. И нам тоже нужно менять свои элиты. Но, если не получится в обозримой перспективе это сделать, то через законные способы, через выборы и тому подобное, то просто Европа вас удушит. Удушит и начнет превращаться в толерастов. Извините за меня, за ругательство, но вот они будут пытаться сделать из вас толерастов. Поэтому этому, конечно, нужно сопротивляться. Украина должна быть, как бы, люди Украины должны сделать свой выбор. Поэтому все зависит от активности выйти на улицу, активности, так сказать, создать и поддержать тех людей, которые сделают правильный выбор. Не самоубийственный, если точнее сказать. Это были в основном события мировые. То есть, события вокруг Сирии и возможные в нее интервенции. Терактов в Кении, продолжение терактов и вот этой политики, хаотизации Большого Мирного Востока. Об армянском и украинском выборах и о выборах в Германии. И теперь мы поговорим с вами о тех событиях, которые произошли за стекший месяц в России. В сентябре. В сентябре было несколько... А, да, начну я, наверное, не с больших политических событий, а с маленьких наших митингов. Вот, как я говорил, 13-го посольства США, Русское общественное движение, а также другие общественные организации проводили. 21-го сентября проходил пикет, то есть, митинг, организованный народно-освободительным движением. Митинг-концерт за свободу и независимость нашей Родины против оккупации. И вот еще в 1927-го такой небольшой был пикет против геи разного рода пропаганды, в котором тоже мы участвовали. И вот что я хотел сказать, конечно, события очень важные, на мой взгляд, 21-го числа проходили на Пушкинской площади. Но вот пока нужно констатировать, несмотря на то, что я за то, что всячески освободил, чтобы у нашей страны был полный суверенитет, экономический, политический и во всех других сферах, нужно сказать, что пока, конечно, нашей силы недостаточно. Поскольку на Москве было 500 человек, а для того, чтобы действительно перевернуть ситуацию, нужно гораздо больше человек. В данном случае, конечно же, не хватает людям, на мой взгляд, каких-то больших людей. То есть, суверенитет и независимость – это вещь объективная, мы ее должны добиваться. Но после этого и вместе с тем нужно себе строить новую идеологию. То есть, наше общество испокон веков, если так можно сказать, базировалось на определенных идеях. И даже когда эти идеи были неправильны, вот, скажем, и ведущие не в ту сторону, в качестве примера, можно сказать, по поводу нашего подсквенения, и христианства до этого момента, которое было, но, тем не менее, это все были идеи. И вот сейчас, для того, чтобы людям отвлечься от выживания, им нужны какие-то консильдирующие идеи. Просто освободиться от оккупации – это недостаточно. Вот, хорошо, но недостаточно. В этом отношении, мне кажется, очень мощная идея – это идеи, связанные с нашим великим прошлым. Поскольку для того, что и вот эта тема, вообще связанная с баутичностью, то есть с самоопределением, она затрагивалась на высшем уровне. В частности, прошел после всех событий, связанных с Сирией, у нас в России прошел так называемый Валбайский форум. И вот здесь вот мы переходим к политике, которая произошла у нас в сентябре в России. Валбайский форум. Валбайский форум – это такая встреча, где обычно поле, на котором обычно западные и наши эксперты обсуждают пути развития России и, возможно, ее сотрудничество с другими странами, просто некоторые философские, экономические вопросы. И, конечно же, этот форум Валбайский отличался очень сильно от всех остальных. Поскольку, по сути дела, он проходил на фоне беспрецедентного, о котором я говорил, повышения рейтинга, скажем так, России и Владимира Путина в связи с решением сирийского вопроса. Вот эту речь на самом деле называют иногда Мюнхеном-2. Если вы помните, что в 2007 году Владимир Владимирович Путин в Мюнхене, видимо, помня, что в этом городе происходили другие важные события XX века, в частности, связанные с сговором по поводу Гитлера и так далее, Мюнхенский сговор, но вот здесь это было обратное событие. То есть, Владимир Путин сказал, что мир не может быть однополярным, Америка не может руководить всеми странами, у нее нет на это ни сил, ни морального права. Это был такой вот манифест, который ему вспоминают, из-за которого он уже никогда, то есть, вернее, всегда будет в черном списке Западе, на Западе его просто будут по капельке убивать, тянуть кровь по капле, так сказать, за все вот то, что он уже тогда сделал. Но сейчас вот он добавил еще в свой список грипов очень серьезный проступок, связанный с Сирией. Поэтому теперь, наверное, же не только он будет его по капле кровь вытянуть, если поймают и разрушат, естественно, Россию, поймают, то, наверное, теперь уже со всей семьей, собаками и друзьями вот они это будут делать. А почему? А потому что... И почему Милкинская речь 2, да? А потому что теперь Путин на своей короткой, кстати говоря, небольшой речи, по сути дела, бросил цивилизационный вызов масонским, сионистским структурам Запада. Если тогда он просто говорил о геополитической подоплеке событий, то есть в многополярном мире и недопустимости диктатам, то теперь он сделал уже морально-нравственный цивилизационный вызов. То есть он сказал, что мы не можем согласиться с узакониванием однополых браков. Это не в нашей традиции. Это не в нашей идентичности, вот о которой мы с вами говорили по поводу митингов на Пушкинской площади. У нас есть определенный набор идей, которые определяют, кто мы такие, что мы хотим. Это не идеология, которая связана с будущим, так сказать, развитием, но это понимание о том, что мы есть, это наше прошлое. И вот мы не такие. И мы, это не только Россия, русский народ и другие коренные народы, но и все те на Западе, которые не могут вот этого принять. Таким образом, он провел черту, которая говорит о том, что вот есть мы и есть вы. И между нами диалог, как бы, и превращение нас в вас невозможно. А по сути дела, Россию уже хотели просто расчленить и присоединить. Теперь же он бросает вызов уже не просто в отношении России, мы не хотим. А Запад в целом, в целом вот это все разного рода мировое правительство, он говорит, что и среди вас есть люди, которые не приемлят вот эти вот геев, лесбиянок, детей, многоженства, всякое разное, так сказать, потом с животными еще законит и так далее. И очень сильным, вот в отношении еще такое событие было, он написал статью после сирийских всех событий в Нью-Йорк Таймс газете США, которая издается. И там у него была последняя строчка по поводу исключительности, что Америка не исключительная страна, исключительность, мы говорим исключительность, подразумеваем богоизбранность. Говорим богоизбранность, они подразумевают исключительность. И он сказал, что вы не исключительны, мы, так сказать, Господь, ну, тут ссылка на Господа, понятное дело, потому что больше не на кого ссылаться, Нас создают равными, и вы не равнее, чем мы. Поэтому не стоит проявлять такие амбиции и стремиться к мировому господству. Теперь же это продолжение той же самой Мюнхенской речи, но сейчас это уже касается национальной идентичности. И в Америке произошел шок просто по этому поводу. Во-первых, произошел шок, потому что Россия фактически спасла мир от ядерной катастрофы, вопреки желанию этих самых элит. А во-вторых, как ни странно, вдруг оказалось, что в американском обществе, которое чувствует себя исключительно, которое на 97% религиозно, вдруг Владимира Путина восприняли как некого идейного, во всяком случае, лидера. Более того, консервативное, некоторое республиканское консервативное крыло вообще восприняло эти идеи, что наши консерваторы их не могут сдержать, они просто не в состоянии их генерировать. А вот этот человек, правитель империи зла, ну, мы же империя для них зла, правильно, Тартария в прошлом, при Рейгане империя зла, высказывает такие идеи. И очень весело у меня на страничке, если вывесел, значит, ВКонтакте, есть множество шоу, где народ просто, ведущие действительно в шоке, они говорят, как так, вроде Владимир Путин, плохой парень, учит нас морали и нравственности, и в этом отношении он прав. Поэтому, на самом деле, нанесен был очень серьезный моральный удар по вот этой самой исключительности этих элит мировых. И это очень важно, почему? Почему? Потому что, ну, кроме того, да, вот, чтобы совершать какие-то действия, человек прежде должен войти в неадекватное состояние. То есть, он должен посмотреть на реальность по-другому, и эмоции у него должны поприлегать, другие совершенно быть. Вот эта вот вещь возвращает вот этих не совсем адекватных людей, иногда с очень жестким религиозным таким сектантским мировоззрением, на реальную почву. И это, на самом деле, очень тяжелый, если так можно сказать, ментальный удар был нанесен. Этот удар, который был нанесен сначала в New York Times, он продолжился на Валдайском форуме, где Путин провел черту между нормальными людьми и между геями, больными людьми и так далее. Между людьми, которые, там еще был такой момент, верят в Бога, верят в дьявола. Это тоже определенная метафора, конечно, но понятно, что многие элиты на Западе, они вот просто придерживаются по-простому, по-нашему говоря, сатанинского мировоззрения такого. Ну, у них это немножко по-другому прикрыто. Там духи, существа, тому подобное, но достаточно жесткие корни всего этого уходят в индийскую религию черной матери Калима. И вот в Вуду всякие разные, в Африке они тоже, так сказать, подобное нечто исповедуют, но только, конечно, в более простой форме. И поэтому, как в Лохерне, когда он, значит, это было в середине, значит, этого года, он нанес очень серьезный удар по менталитету вот этих самых элит, когда сказал о том, что там эти товарищи-постанцы в Сирии жрут человеческую плоть, вы что, хотите поддерживать граждан, которые жрут людей, что ли, каннибалов? А они сами немножечко это дело используют, поэтому для них это был такой культурный шок, когда об этом сказали, вы все услышали. Вот, и вот, и вот сейчас. И вот такая полномерная, полномерная, он им бьет уже по мозгам в течение этого года. И, надо сказать, действительно, очень получается неплохо, потому что там действительно мозги начинают у кого-то просветляться, а кто-то начинает, наоборот, значит, впадать совсем неадекватно, что тоже иногда неплохо, поскольку совсем неадекватно, значит, умрет побыстрее. Вот, поэтому Валдайский форум, я во всем очень рекомендую посмотреть, и саму речь, и ответы на вопросы подвел вот такую черту. Далее, здесь на мировоззренческом уровне, по сути дела, были высказаны идеи, которые Николай Викторович Левашов, лидер русского общественного движения «Возрождение Золотой век», высказал вообще-то еще в 2010 году, даже чуть раньше. В частности, вот та самая идентичность, что это такое? Это знание того, кто мы есть, откуда мы есть. Эти знания даются только в результате познания собственной истории, поскольку наша собственная история, нашего народа, нашей нации, как и личная память, она и говорит, кто мы такие. Вот если у нас, вот у вас, да, сейчас отнять память, то вы не будете знать, кто вы. На вас можно писать все, что угодно, рассказать вам, кто вы есть, так сказать, внушить и так далее. Вот так же и с народом. Если у него нету, собственно, самосознания себя как народа, понимания, кто он есть, своей истории, у него нету ни достоинства, ни способности отстаивать свои интересы. По сути дела, вот об этом моменте, который уже правильно очень раньше был замечен, Путин тоже говорил. Поэтому сейчас, можно сказать, этот месяц войдет в историю. Я вот в начале сказал о том, что мы еще будем вспоминать с вами, что произошло, внимательнее, может быть, анализировать какие-то детали, может быть, писать на этом историю. Но в сентябре произошла очень важная и очень долгоиграющая, последствия от этого будут очень долгие и мощные от всего того, что происходило сейчас. Это не значит, что международные элиты сдались, это не значит, что международные элиты прекратят свою борьбу с нами, но тем не менее, это одна из серьезных побед. Это была положительная часть нашего с вами по этому поводу разговора, но есть и отрицательная часть, о которой тоже нужно сказать. То есть идеи и идеологии – это все очень важно, но, как известно, не только идеи, но и кадры важны очень сильно. По мягкому выражению, кадры решают все. А вот с кадрами в нашем государстве пока все, к сожалению, очень плохо. В частности, можно сказать, из политических событий этого месяца, сентября, на пост счетной палаты, на счетная палаты такая аудиторская контора, которая смотрит за исполнением бюджета, смотрит, кто сколько украл и так далее, понимаете, компромат, поставлена была Горькова. Это бывший финансовый, соответственно, министр, то есть социальное развитие, по-моему, называлось, как-то у нас это министерство. Одним словом, у него достаточно глубокие связи с либеральным лагерем. Также был в этом месяце, в канун своего дня рождения, возвращен обратно в помощники президента, также и Сурков. Он отвечал за время без времени, время без идеологии, когда практически оно продолжалось с 2000-х все эти годы. Он эту политику курировал, когда не идеологии, непонятно что. То есть был, на самом деле, какой-то Серая Марьева, которую я держал в дурмане населения. Он тоже возвращен. Также я должен сказать, что на посту Центральной банки у нас находится Ирина Набиулина, либерал из либеральной конторы. В таможенном союзе, высшей его комиссии, у нас есть Христенко, кстати, Мувголиковой, кстати, о семейственности, и о непосаженных еще до конца Волковых, Сербяковых и так далее. Вот здесь Христенко с Шуваловым. Шувалов тоже, так сказать, либерал высшей пробы, если так можно сказать, или пробу негде ставить. В Минчине у нас господин Силуянов, а в Минниковском развитии у нас Улюкаев. То есть, все полностью занято теми людьми, которые в 90-х годах продавали Родину, и, несмотря на то, что, например, на пост Центробанка, главы Центробанка, по сути дела, конторы, которые не совсем принадлежат нашему государству, точнее, подчиняются в большей степени Федеральной резервной системе, и по Конституции она не часть, не подчиняются прямому правительству, значит, у нас сидят либералы. Также у нас во главе нашего правительства Медведев и его команда тоже, соответственно, они не консерваторы, и никакие не кто-либо, а они просто, соответственно, вот такие вот ортодоксальные либералы в большинстве своем. Эти люди, как уничтожали нашу Родину в начале 90-х годов, продолжали ее уничтожать в 2000-х годах, там же они от своего курса, в общем-то, не отступятся. И вот эта вот проблема с тем, что международные политики двумя руками за, замечательно, классные комбинации, отличное исполнение, находчивость и так далее, и тому подобные вещи. Но в стране все те же эти люди сидят на посту. То есть, по сути дела, бросая вызов международным элитам, Владимир Путин не трогает вот этих самых ребят из либерального лагеря, которые, кстати, с этими же элитами, против которых он борется, они и связаны. То есть, через них-то его и хотят сожрать. Чем объяснить вот этот парадокс, на мой взгляд? Я могу его объяснить только единственным способом. что он в данном случае, Путин, то бишь, не может, ему не хватает возможности для того, чтобы снять всех этих людей и не устроить что-то типа серьезных, сказать, даже не элитарных, а каких-нибудь государственных разборок типа мелкой гражданской войны. На мой взгляд, вот единственное объяснение этого дела, вот такое более-менее разумное, это то, что просто за них сразу вступится весь цивилизованный как бы запад, и мы будем иметь большие проблемы вплоть до коммунитарных каких-нибудь бомбардировок. Почему, мне кажется, не относящимся к действительности вариант, что просто Путин на них работает и просто, соответственно, выполняет их волю полностью им под контролем и так далее. Почему? Потому что вот за то, что все то, что хорошее он совершил в международной политике, его должны вот немедленно и жестоко убить. Как вот немедленно, ну, не жестоко, но немедленно убили Кеннеди, который не был, кстати говоря, масонем, немножко там, федеральную систему резервную, пытался перевести в разряд медиеспособных. Его сразу убили. Вот в данном случае, мне кажется, значит, за то, что он совершил, ему просто там жизни не дадут. Поэтому у меня возникает предположение, что он хочет, естественно, что-то сделать с этими либералами, если вы видели вот его выступление, он регулярно там замечания правительства делает. Но не может этого сделать, пока не грянула мировой финансовый кризис. Тут мы выходим на финишную прямую моего, так сказать, спича, сообщения сегодняшнего. А когда же вот это самое грянет, и когда же мы начнем избавляться от либералов? Ну, с одной стороны, конечно, можно сказать, что долларовая система уже находится на пределе. Почему? Ну, во-первых, долг, официальный государственный долг уже к этому времени почти, зашкая, почти достиг суммы 17 триллионов долларов. Еще там около 50 триллионов висит всяких разных и даже больше даже облигациях, деривативах, казначейках и тому подобных спекулятивных финансовых капиталов. США напрямую готовится уже к гражданской войне внутри своего государства. Запрещается оружие, закупаются гробы, вакцины, противогазы, другие вещи. Активным, просто, просто активнейшими темпами закупаются боеприпасы населением. Население в огромных количествах строит личные бомбоубежища, как вы, может быть, помните из старой игры Fallout или других постапокалиптических так сказать воззрениях на этот вопрос. Поэтому, в общем-то, они понимают, что уже сбывается. Детройт обанкротился, вот, может быть, вы знаете, в прошлом месяце город, то есть, глубель автомобильной промышленности США, гордости, краса, индустриальных Соединенных Штатов обанкротился. Банды процветают на улицах многих городов. И так не все было в порядке с национальным вопросом. Там гарлемы всякие разные, там резервации. Теперь вот уже все еще более хуже. Поэтому, на самом деле, они продолжают федеральную резервную систему. Вот Гаррис, кстати, про Саммерса забрал, ну ладно, фиксинг, долго нужно будет объяснить. Ну, значит, на пострезервную систему пока не претендует. Бернанке остается у власти еще на некоторое время. По-прежнему датирует свою экономику Соединенные Штаты с помощью выдачи денег. Не зря называли Бена Бернанке, Бен Ароныч, кстати, если правильно сказать, Бернанке, Бене вертолетом. Вот он продолжает печатать деньги. Заметная шутка наших экономистов про кукушку, о которой я в прошлых выпусках, может кто помнит, говорю, не оправдалось. Новая политика количественного смягчения продолжается. Поэтому они держатся, но держатся на последнем издыхании. Реальный способ выйти из этого у партии Рокфеллеров с сирийским вопросом не удался. Даже при посредничестве Израиля и Саудовской Аравии, если вы почитаете статьи. Поэтому конечно они теперь остается второй вариант план Б. Если не удалось войну развязать во внешних границах, то пожалуй единственным способом что-то сильно перевернуть это теракт в Соединенных Штатах. То есть теракт в Соединенных Штатах может позволить на легальных основаниях устроить еще одну большую войну, устроить электронный концлагерь и разного рода территоризм в собственных странах под предлогом защиты Родины от террористов. Уничтожить население. Поэтому все больше и больше стрелка склоняется к каким-то началам терактов в Соединенных Штатах. Поскольку если не будет этого предлога, то будет очень сильное обрушение. Оно может начаться кстати не с Соединенных Штатов, оно может начаться и с Европы, с скажем усиления долгового кризиса в Европе и дестабилизации. Может быть с Японии, где долг уже за 200% зашкалил. Но тем не менее он начнется. И вот в этот момент, который мы с одной страной ждем и боимся с другой стороны, потому что может всех прихлопнуть и нас в том числе эта волна кризиса, наверное будет и вот разборка с либералами. Очень хочется, что к этому моменту нас с вами было гораздо больше. Потому что вот о Федорове национально-освободительном движении вообще. Значит нас должно быть гораздо больше к этому моменту, друзья. Если мы не будем хотя бы вот в плане какого-то взаимодействия с друг другом, выходить на улицу даже там вот раз в месяц на какой-то митинг, Федоров вообще значит собирал всех, да, там все потрячьи силы должны присутствовать, то о каком мы суверенитете говорим? Вот если вы болеете за свою родину, давайте выделим ну хотя бы один день вот раз в месяц, чтобы мы вышли по поводу актуального какого-то политического момента и показали, что есть люди и могли бы во время этого людям вот рассказать, что происходит, потому что вот я очень искренне вам догадаю вот всем тем там 100 или 200 или может тысячи, которые потом посмотрят все это дело, но по сравнению с 145 миллионами, ну даже там пусть 80 или 100 миллионами человек, понятно это дело это капля в море, а нас должно быть для того, чтобы освободить нашу родину гораздо, гораздо, гораздо больше, вот, ждем кризис, следим за событием, находимся в курсе новостей, повышаем свою уровень браности, помогаем людям понять, что происходит, организовываемся и тем самым, может быть, мы из этой трясины сами себя вытянем. Не нужно впадать в умение, не нужно думать, что если нас мало, то ничего не получится. Дело все в том, что всегда хорошие дела начинались с малого количества. Мы в течение всего этого огромного времени на самом деле находились, русский народ, другие коренные народы, мы находились в подинформационном воздействии, мы были в состоянии войны информационной, которая постоянно велась против нашего создания. Наши братья до сих пор спят, смотря этот Дом-2, эти сериалы, и не могут от этого дела отвлечься, не могут увидеть действительность. Но тем не менее мы с вами есть, и мы живем в такое время, когда мы можем помочь нашим братьям и освободить нашу страну. Для этого на самом деле немного нужно, нужно просто активность и системность этого вопроса. Поэтому не впадайте в уныние, ничего не потеряно, и мы с вами сможем прорваться, на мой взгляд. Вот. Ну, это вот по поводу всех вот этих политических элементов. Теперь, наверное, по поводу вопросов. Вопросы люди задают на сайте «Нашем ключе познания», «Что происходит в России?» Сейчас я включу, посмотрю вопросы. Я их быстро успел предэфиром прочитать. 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 Значит, Григорьева Елена спрашивает, «Анна Ньюс, Марат Мусин имеет документальное доказательство, что 21.08.13 не было химвзрыва, был кустарный химвзрыв. Позже, уже после всей начатой шумихи, видео с пострадавшими было, почему Митросин использует эти документы». Да, Марат Мусин, я всем рекомендую смотреть телеканал «Анна Ньюс», очень любопытно, очень интересно. Настоящие журналисты не боятся идти на передовую вместе со всеми, талантливо это дело обрабатывают, замечательный канал «Анна Ньюс» периодически передает свежие и объективные новости из Сирии. Дело в том, что вот то самое оружие и «Анна Ньюс» не могла служить фактическим доказательством, поскольку вообще весь этот вопрос достаточно спорный. Наши, например, эксперты, специалисты, они сделали вывод о том, что это кустарный заряд. Наш МИД об этом заявил, что это принадлежит на самом деле оппозиции. Действительно, объективно так. Объективно доказано. Дело в том, что мы будем политическим своим интересом на Западе, в частности, мировое правительство и подконтрольные ему СМИ никогда не признают данные доказательства. Это тоже самое, как с нашей великой историей. То есть, уже объективно, множество объективных доказательств есть, что Великое прошлое, Великая Тартария, Каата есть, Славяная Рийская империя. Не признают. Почему? Потому что невыгодно. То же самое в науке у нас происходит. Реформа РАН, кстати говоря, у нас еще продолжается. Внутренних событий. Но РАН не может обеспечить какие-нибудь правильные технологии. Иначе бы они уже здесь были хотя бы в опытных образцах и так далее. Потому что не готовы признать новые теории. Не готовы совершить качественный рыбок, скачок. Не может может быть этого сделать. Не хочет этого сделать. Не знает. Но все это не оправдание, поскольку вот есть реальности. Этого нет в нашей жизни. Вот и с этими фактами, которые они приводят, они есть, но поскольку в мировой СМИ все подконтрольно, молчат. Как будто бы и нет. очень часто бывают фальсификации. То есть показывают какие-то события, например, как было в Ливии перед массовым вторжением в Триполи. Показывали, что на самом деле в митингу бастуют и так далее. На самом деле ничего не было. вот еще кстати говоря из Аль-Джазира часто этим делом грешит. То есть там в Египте никаких в этот день забастовок не было. Мужик просто сам живет на этом проезде, снимает телевизор, там в Аль-Джазире показывает, что в Турции на площади такое-то там типа все заполнено. Он выходит на балкон, показывает камеры, показывает число, никого нет. Вот вам и СМИ. Я по этому поводу вам очень рекомендую посмотреть фильм «Хвост влияет собакой». Американский фильм, такой масонский, как бы грамотными масонами снят. Значит, там показывается, как с помощью телевидения манипулируют общественностью. Знаете, вот как бы хихоньки-хахоньки, да, юмор, все это очень смешно, но вот оно, видите, воплощается в реальной жизни. Прямо как бы калька такая, что называется, сами над собой посмеялись, а потом вы воплотили. Вот. Поэтому с такими доказательствами сложно. Нужно пробивать. И в этом отношении у нас есть очень мощный, серьезный инструмент. Это телеканал Russia Today. Russia Today за вот все недолгое время своего существования уже вошла в топ в YouTube. Один миллиард просмотров. Еще это было, наверное, месяц-два назад, если не ошибаюсь. У него какого, у него BBC, DCNN, ABC, там, Аль-Джазиры, тем более, нету таких результатов. Оно вышло на первое место среди популярности, среди кабельных каналов Соединенных Штатов Америки, оттеснив даже таких монстров огромных, как BBC и ничего. Поэтому, знаете, ситуация очень повторяется. У них же нету правды, да, они, по сути дела, живут в тоталитарном обществе, которое контролируется, у которого на самом деле иллюзионный суверенитет. Люди не свободны, людям дают иллюзию в свободу, людям дают возможность окунуться в свои инстинкты, шоппинг, другие вещи, но лишь бы не заниматься вопросами управления, вопросами образования серьезного, идеологическими серьезными вопросами просвещения. И поэтому повторяет ситуация, как вот в Советском Союзе у нас была цензура по поводу то, что происходит на Западе, все под определенной точкой зрения, ни шага назад. Вот теперь ту же самую функцию голоса Америки, которую я рассказывал, так сказать, что происходит на самом деле, выполняет наш канал. Но мы, в отличие от голоса Америки, говорим правду. А правда, она популярнее вдвойне, что называется. Поэтому сейчас все здравые силы, вот те, которые Путин сказал, что мы вот по эту сторону стоим, а вы вот по эту сторону, вот те, которые по нашу сторону, или хотят стоять на своей стороне, но не с ними, они смотрят хорошо туда. И поэтому серьезные аргументы влияния, серьезные инструменты, в смысле влияния у нас на зарубежную политику есть, они буквально появились вот как помановение волшебной палочки. если смотреть с генезисом развитием тех же самых структур на Западе, они появились там в течение десятилетий, появлялись, а у нас они вот раз и появились. Такое чудо, нет, не чудо, это русские и другие коренные народы, их способность мобилизовываться, вот такой опасный момент. смотрим дальше вопросы. Значит, Путин в последнее хороший вопрос Владимир Петрович задает, Путин в последнее время очень часто стал упоминать религию Бога и тому подобное. Это тактический ход для баранов или изменение вектора его политики в религиозную сторону? Ну, если мы посмотрим вообще, то Владимир достаточно Путин часто в церковь ходил и тому подобные вещи делал. Я не знаю, религиозен ли он или не религиозен, как бы только ли это борьба за векторат и симпатии или нет. Но вот если мы говорим о Валдайской речи, да, вот этой, то, понимаете, оперировать здесь к чему-то другому не получилось бы. Почему? Потому что Россия на Путина смотрит огромные религиозные наши организации традиционных религий. Даже с политической точки зрения сказать, что привода нас... Привода, кстати, он упомянул, но сказать что-нибудь типа того, что мировое правительство и с вашей эзотерической сионистской идеологией нам не по пути, нас бы сразу зачислили в страну изгои и, я не знаю, начали бы чуть ли не ракеты напуляться. В свою очередь, я помню, Ахмадиниджад сказал по поводу стереть Израиль с лица земли, даже он поправился, ТС-служба сказал, что не так, он сказал, и так далее. После этого Иран чуть против него войну не начали, в том числе за это. Зачем нам так осложнять отношения и так, так сказать, идти на такой открытый конфликт? Можно апеллировать к чему-то тому, что более-менее понятно для обывателя, понятно для большинства людей, что не взорвет у тебя за спиной твою ситуацию в стране. Поэтому объективно приходится говорить вы-то и раз-то идиоты и так далее, а мы люди с нравственностью и вообще типа того, что у нас есть религиозные традиционные ценности и просто, и там и природу он тоже сказал. Поэтому здесь вот говорить политики, вы знаете, дипломаты, они иногда говорят на очень своеобразном языке, который нужно расшифровывать. Чем-то это похоже на масонов, но у них там еще все запущено. Ну, дипломаты говорят вот на таком языке. Но эволюцию вот этой вот речи, потому что если вот до 2007 года там такие формулировки были в его соответственно высказаниях, которые фактически часто шли в русле идеологии, потом они начали смещаться, 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 вот сейчас вот еще смещаться. Поэтому вот этот дрейф в правильную сторону, его нужно всячески поддерживать. Главное в данном случае смотреть на динамику изменения речи и изменения дел, потому что, конечно же, речи без дел, это просто, так сказать, просто пустые декларации в лучшем случае. Вот. Такая ситуация. Поэтому не мог, если кратко сказать, не мог говорить правду в глаза в таких подобных дискуссиях, поскольку это означает сразу какой-то прямой конфликт. цеперов Андрей Владимирович. Есть технологии загнать тучи, есть технологии собрать тучи, может быть, дожди проливные в этом году, делая рук наших врагов. Изматывание катаклизмами перед нападением на нас в Чевролея тесной поразительной выясни Радомир убедил на Чевролея. Ну, на самом деле, вот, Андрей Владимирович во многом я бы с ним согласился, поскольку действительно мы видели во-первых, еще в 70-е, если не ошибаюсь, в втором году была конвенция ООН по поводу запрещения климатического оружия. Это значит, что уже тогда была информация о том, что это уже будет развиваться, как есть конвенция запрещения химического и ядерного оружия, а вот тогда уже начали говорить о климатическом оружии. Ну, и, конечно же, мы все знаем о ХАРП, так называемом, системе, которая стоит на Аляске, которая по заявлениям сейчас вроде как закрыта, но никуда и не делась, и с помощью нее действительно происходят геоклиматические нападения на разные страны. В частности, в 2010 году вот то, что называют аномальной жарой, было не что иное, как нападение на Россию с помощью климатического оружия и другого тоже оружия. Это объективная реальность, это такая же объективная реальность, как, скажем, самолеты, до того, как их придумали, опытные образцы уже были, они летали, а люди все еще не верили. Вот и это тоже оружие, люди еще многие не знают, не в курсе, может быть, не верят, а оно уже есть. Поэтому это действительно очень серьезные вещи, и в этом отношении наши дожди недавние на Дальнем Востоке, они действительно побили все рекорды. В свою очередь, это страшный ущерб. Хорошо, что у нас, конечно, территория не так засильна, как у китайцев, например, миллионами человек, но это десятки, сотни тысяч человек. И сейчас, если начнутся заморозки, вы представляете, вода не ушла, начинаются заморозки, все замерзает, дома разрывают, что делать? Ну, это сложный момент. Конечно, здесь нужно включать спецстрой, здесь нужно включать, значит, армию мобилизовывать, и вот я на прошлой конференции в августе по этому поводу говорил, наше, надо сказать, вот пока все, так сказать, очень грамотно, четко делается. Есть ЧП, есть недоработки, но такой комплексный подход, он виден, я думаю, мы с этой катастрофой справимся. В свою очередь, вот чтобы так просто пошутить по этому поводу, некоторые говорят, что с одной стороны, конечно, затопило, но с другой стороны, они сами себе сделали большую, поставили себя в большую, соответственно, минус себе сделали. То есть, если раньше они вот в 2010 году часто поджигали что-то для того, чтобы оно горело, да, торфяники, например, то теперь все торфяники на Дальнем Востоке уже не загорятся в ближайшие 5-10 лет точно, потому что они напитались настолько водой, что гореть там уже просто нечем. Вот, поэтому если мы выжилим после вот этой вот самой водной катастрофы, то огненную катастрофу они уже там точно не устроят. А об объективности данного процесса я вам очень рекомендую почитать, если кто не читал, слушать первый раз, может быть, статью Николая Виктор Челевашова на сайте русского агентства новостей, она называется антироссийский антициклон и ее продолжение антироссийский антициклон-2. Они такие большие, объемные, достаточно в качестве интервью сделаны, но там подробнее и очень интересно освещается вообще вся эта тема и весь этот вопрос к климатическим оружием. Поэтому вот делаю, если не читали, я очень рекомендую почитать. Родник Юрий Николаевич спрашивает, не бывало новобедения в сентябре в штате Коварада подтверждение слов Николая Викторовича Левашова, делая грима того, что не желал бы получить для себя предупреждение, что не надо играться с климатическим и геофизическим оружием, как было с Атланью, может быть. Но вот видите как, дело все в том, что на нашей планете, когда ты трогаешь один момент, он не отвратимо влияет на другой момент. И если ты где-то устраиваешь жару, то где-то начинается холод и наводнение. Если где-то сушит, так сказать, жарко, то где-то холод, наводнение и тому подобное вещи. И тем самым они действительно разрушают собственное место обитания. Но я могу сказать, что мировое правительство, оно вообще, несмотря на то, что оно само продвигало идею всяких зеленых революций, типа, откажемся от этого, планета, это главное, вот это то, что Римский Куб проталкивал еще во времена Советского Союза, значит, столкновение Советского Союза с Соединенными Штатами, вот это все дело для них на самом деле не имеет особого значения, потому что они уничтожают собственную землю Соединенных Штатов не просто климатическим оружием там иногда, а они уничтожают с помощью добычи сланцевой нефти, сланцевой газа, вернее, сланцевой нефти, то есть разрушение технологии, вы приинтересуетесь тоже, технология сланцевой добычи сланцевой газа, она просто чудовищно уничтожает природу, она уничтожает всю практически природу, которая там есть, она загрязняет воды, она, соответственно, уничтожает посевы, просто флоруфауну, которая там есть, но я понимаю, конечно, что им там не жалко собственную пустыню какую-нибудь, но ведь это же потом распространяется, и вот это они хотят принести, кстати, к Украинам, наше, по сути дела, сердце, житницу, житницу, она была, называли Советского Союза, то есть, чтобы все там под ноль уничтожить, чтобы все жители превратились вот как мутантов, как после какого-нибудь агента Оранжа, который они распыляли во Вьетнаме, вот это вот они хотят сделать, и вообще люди для них это скот, люди для них ничего не значат, они только о своих богоизбранных интересах думают, вот с этими людьми, они вот под ту черту стоят, нам с ними не по пути, поэтому, ну что тут сказать, вот разрушают, поскольку они хотят учредить у себя электронные конслагии как бы в Соединенных Штатах, ну чипирование, если кто не смотрел, я рекомендую в поисковиках найти Арон Руссо о мировом правительстве, там чипирование населения, вот там объективно скажем, чип, виртуальная, так сказать, относительная реальность, тебя к Фейсбуку подключили, из Фейсбука ты больше выбраться никуда не можешь, там твои счета, там твоя медкнижка, все, единая карта, ты асоциальный элемент, выключили тебя из этой сети, тебя нет, ты ничего не можешь купить, ты не можешь поличиться, ты не можешь проголосовать, ничего ты не можешь, тебя нет, ты, или маргинал, или тебя поменяли, как я не знаю, там, убийца становишься, и все, и вот это вот самое страшное тоталитарное государство, до которого товарищу Орелу с его 1984 годом романом, еще, как говорится, как рай на земле, по сравнению с тем, что там будет, поэтому вот оно, оскал мирового правительства, вот он, оскал мирового сионизма, вот так вот они действуют, не только с людьми, но так они действуют и с природой, мы должны против них бороться и у себя на родине, и потом, соответственно, шибы и других народов тоже, соответственно, начали восставать. Гурико Марина Ивановна спрашивает, поддержала ли русское общественное для возрождения Золотой век акцию национальное своеобразное движение за суверенитет России 21 сентября 2013 года, где об этом можно узнать, СМИ почитать благодарю. Ну, акцию мы поддержали, как я уже сказал, пришли все туда, принесли свои плакаты, принесли свои флаги, вот на сайте русского агентства новостей, сайте русского агентства новостей есть эта статья, вот во-первых, выставлялась заранее о том, что происходило, и почитать можно об этом, если все посмотреть хотите, то это можно посмотреть, там целая запись есть на сайте НОДа национальное освободительное движение, прям в топе стоит сразу запись всего этого концерта, который там проходил, и концерта, и митинга, и все выступающие тоже были, поэтому поддержали, а вот где посмотреть, я сказал. Кстати, мы тоже перед митингом, я вот там была 19-го, по-моему, числа сентября, было подготовительное мероприятие, такая, сказать, встреча с Федоровым, наши представители, я вот там тоже участвовал, и, в общем, неплохо пообщались, договорились о дальнейшем сотрудничестве, многих из НОДа мы знаем, и общаемся с ними активно, помогаем в их деятельности. И также народно-освободительное движение, считаю, как это была широкая инициатива для всех, кто хочет туда войти, они могут входить, те, кто просто хотят независимости, свободной зависимости своей родины, хотят бороться против оккупации. В свою очередь, вот, наше движение, русское общественное движение Возрождения Золотой Век, еще, наверное, с 2000, какого, 10, 10, 9, даже, года, там, говорило по поводу того, что против России и других народов коренных идет геноцид, информационная война. геноцид это основной инструмент оккупационной политики, да, то есть, чтобы то население, которое есть, не могло развиваться, а вот только пахало, только приносило доходы, но в любой, так сказать, нужный момент можно было бы его уничтожить. Вот, это происходит, мы идеи народно-национально-освободительной борьбы поддерживаем. Многие даже вот так вот шутят по этому поводу, ведь русское общественное движение, род, его можно букву О не общественное читать, а, например, освободительное, поэтому можно считать, что мы тоже русско-освободительное движение возрождения золотой век боремся против геноцида, против оккупации нашей страны. Так, теперь еще вопросы, там уже их осталось немного. Итоги, Юрий Михайлович, когда, по вашему мнению, Нацбанк будет принадлежать России, какую дань ежегодно Россия платит Соединенным Штатам? Ну, дань большую платит, вот, некоторые по разным оценкам это разное исчисляют, но, тем не менее, можно сказать, действительно, она велика. Почему? Но основной момент, конечно же, вот, то, что мы продаем нефть за доллары, это невольно поддерживает вот эти нефтедолларовые, долларовые системы. Также, Нацбанк, как правильно говорите, он не является по конституции частью государства, государству не подчиняется, не может печатать в необходимом количестве собственную валюту. Наше Министерство экономического развития Минфин, о которых я говорил, которые захвачены либералами, они не кредитуют нашу промышленность на долгий срок, не способствуют ее развитию, а способствуют в получении кредитов за рубежом исключительно. Поэтому, тем самым ставят удар наши национальные интересы. Поэтому, действительно, все так есть, и, действительно, национализация банка будет являться очень серьезным звонком, по сути дела, это прямой признак того, что наша страна становится суверенной. Вот, такие ответы на вопросы. теперь вопросы, если таковы имеются, непосредственно можно задавать в чате. «Италий Теплаков» спрашивает по поводу того, что такое впечатление, что 8-е, 8-е, 11-е, 9-е, 0-1-е, «Вайна Сирии» заранее запрограммировали. Мы лохи или просто зрители в Большом театре. Но, конечно же, некоторые моменты, то есть, даже вот основные эти моменты, они заранее сделаны, но могу вас обрадовать по поводу того, что не все так плохо. Поскольку, если вы видите, то Сирию хотели снести еще в 2011 году, сразу после Вивии, это бы открывало прямой путь к дестабилизации на нашем Средней Азии, и уже бы там были бы проблемы серьезные. Вот саммит АДКБ, который непосредственно проходил, очередной саммит АДКБ, который проходил у нас в сентябре, и на котором открыто все члены Владимира Путин соответственно тоже говорил, что нужно готовить границы к вторжению из Афганистана, мы бы вот к этому всему подготовиться тогда не смогли. И может быть это даже было бы началом более серьезной Третьей мировой войны. Вот последнее воссвение Сирии. Если вы почитаете мою статью вот про Гоп-стоп и про пикет, который мне 13 числа проводили в пятницу, то текущие события в августе сентябре этого года они тоже были подгаданы для того, чтобы в мистические даты совершить вот это мистическое действие, приход Антихриста, тому подобные веселые вещи, которые они очень любят себя вдохновлять этим самым, что они какие они великие. Это тоже не случилось, хотя хотели, хотя старались, видно было, что прилагали усилия. Поэтому мы находимся не в театре. Я вот по этому поводу, кстати говоря, вспоминаю всегда изречение мысли Николая Викторовича Левашова на встрече было с архангельской группой, там был такой момент по поводу судьбы. Судьба это вот все равно, что представьте себе, что вы едете на теплоходе каком-нибудь парике. Вот пока вы едете на теплоходе, читаете ли вы книжку, бегаете ли вы по палубе, в ресторане находитесь, вы все равно идете по пути, по проложенному пути, как в театре. То есть, если пароход идет в пропасть, там падает с водопада, то он так и упадет. Значит, вам нужно как-то найти силы для того, чтобы свернуть маршрут, выйти на берег с теплоходом или самостоятельно или еще как-то. К этому нужно приложить усилия, действительно, тогда вы измените будущее. То есть, будущее, оно идет по определенным сценариям, но не предопределено окончательно и заранее. Все зависит от той силы, которую вы способны приложить для изменения текущего сценария. Если этой силы достаточно, события будут изменены. если вы приложите усилия, особенно совместно, все вместе, всем миром, то события изменятся. Поэтому вот мы активно стараемся, чтобы худшего сценария не произошло. Россия старается, мы вот как ее часть стараемся и надеюсь, что всех у нас в общем-то хватит сил. А то, что мы в театре, нет, греческий вот этот фатализм, полный перминизм, это только в монетистических религиях. Вот в монетистических религиях там все просто и понятно. Есть Бог, если есть Бог, то все предопределено заранее. На самом деле свобода воли, которую некоторые оперируют, это лишь иллюзия человеческая. Поскольку Бог предопределил все заранее, и вы не можете сделать того, что он не предвидел уже. А значит, выбора у вас нет. А значит, он все заранее знал, заранее просчитал, и все так будет, как он хочет. Вот это вот религиозное мировоззрение, это не мировоззрение русов. Это не мировоззрение эволюционное. Это мировоззрение, которое нам пытались навязать и навязывают очень. Поэтому я не думаю, что оно у вас на самом деле такое есть. Поскольку вы нашу конференцию слушаете, наверное, не первый раз, может не в первый раз. Но в любом случае более жизненно, более продуктивно стараться изменять ситуацию. Жизнь сама показывает, что ее сценарии развития событий можно изменить. Если вы их предвидите, если вы их видите, если у вас есть силы изменить, то можно изменить. Если у вас есть силы, но не знаете, что изменять, то это будет бесполезно, как метод штыка. Попал, не попал, попал, не попал. Вот поэтому может быть наша передача, вот эта передача предназначена для того, чтобы выработать видение ситуации, для того, чтобы правильно реагировать на текущие вызовы. Вот такая ситуация. Так, а вопросы, вопросы, текут вопросы, начали вопросы поступать хорошо. Смысл у нас поливать климатическим оружием, если одна часть урожая вызрела и собрана. Но, как бы, нас поливают оружием ведь комплексно, они же комплексно подходят к вопросу. Вот, например, у нас, и на прошлой конференции, я когда касался темы климатического оружия, я об этом говорил, они подошли к вопросу комплексно. Они завезли чуму свиней из Африки к нам. Вновь у нас появился вдруг откуда не возьмись, что называется, ящур. Они, в связи с техническими регламентами ВТО, запрещено, значит, людям, и вот, передают в Волгоградской области, как раз мне по этому поводу, товарищи, самим забивать там крупный рогатый скот. Нужно ехать на бойню. Все это дорого, неэффективно, если нет, штрафуют. То есть, на самом деле, подойти с помощью, кстати говоря, очень возможно развитие инфекционных всяких заболеваний там. Это тоже не происходит по определенным причинам, но наверняка они как бы подумали насчет этого дела. Поэтому хотелось им устроить комплексную катастрофу. Но вот дело все в том, что не получилось так, как хотели. Да, вот затопить, если действительно это климатическое оружие, то затопили, но вот с остальными, в частности, с болезнями и тому подобными вещами, у них не получилось. Вот. А то, что урожай собран, ну да, у нас действительно Россия большая, поэтому в разных частях не все сосредоточено естественно на Дальнем Востоке, там даже на самом деле в этом отношении меньше территорий засеяно. Поэтому и урожай мы собрали. Урожай, кстати говоря, вот я пару дней смотрел, составляет 71, если не ошибаюсь, миллион тонн, что неплохо. В этом отношении надо сказать, что вот где-то года с 2007 урожай у нас поднялся выше мерок Советского Союза, где лучший вариант составлял 20 центнеров в гектаре, а у нас уже вот 20, такая средняя урожай, 23, и сбор зерновых порядка 90 миллионов тонн, ну вот сейчас вот 71, может быть, они еще отмолотят за оставшееся время там до 80. Вот. Но, как видите, все-таки повлияло, что называется, на урожайность, 10 миллионов тонн недособирали, если так можно сказать. Вот. И то, что урожайность у нас повысилась, это тоже, на самом деле, неспроста происходит. Так, 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 так. Старик Харюшин спрашивает Никита Литовланцев. Литовальцев, извиняюсь. Как вы отнестесь к проблеме независимости Чечни? К проблеме независимости Чечни и к течению национальных, так сказать, национал-демократов, если так можно сказать, которые эту идею продвигают, я не очень хорошо отношусь. Почему? потому, потому, что в данной ситуации отделение Чечни означает неизбежную ее сепартизацию и направленность в сторону экспансии России, в Россию. Дело все в том, что этот план мирового правительства по экспорту ваххабитов в Россию через Афганистан, через другие страны, как вот в Сирию сейчас их засылают с оружием, так вот и к нам тоже. А у нас есть подготовленный мусульманский контингент, который может это сделать. сначала нам придется отделить Северный Кавказ. Там усядутся сразу наши соперники. Мы и так там держим сейчас ситуацию, пусть и не очень хорошо, пусть и странные моменты там достаточно происходят, но держим как-то ситуацию. Там же оказываются наши противники, которые просто будут начнуть снабжать людей, которые победят в межклановой борьбе, потому что то, что сейчас будет там не останется, Кадырова со всем кланом убьют всех вместе. У них простые дралы, вы знаете. Поэтому что там начнется неизвестно. Представлять такую возможность нашим противникам, то есть в сердце под брюшью России иметь собственную базу, мы просто не должны, поскольку это будет политическим самоубийством. Они находятся не я понимаю у вас неидеальный вариант с Чечней то, что сейчас приходит. Это действительно очень странно, то, что там происходит, заливание деньгами, так сказать, конфликта. Но пока русский народ слаб, пока вот он не выходит, не старается, сидит у телевизора под кайфом, под наркотиками или алкоголем, ситуацию не выправить. Наша ситуация в том, что проблема, в том, что слаб русский народ. Вот когда у него появится, как Путин говорит, идентичность, как правильнее говорил Николай Викторович Левашов, национальное самосознание, национальное достоинство, я бы сказал, еще навыки к самоорганизации, то вот тогда никакой проблемы северного Кавказа ее просто не будет. Как и с другими проблемами национальные не будет. Все будут четко понимать, кто собственно в стране главный. И что общие наши законы, они для всех едины, их нужно просто выполнять, потому что некоторые их выполняют, а некоторые их не выполняют. Отделение каких-то кусков, ну вот например, я вот был на позапрошлом, если не ошибаюсь, году на книжной выставке, ярмарке нашей осенней, всероссийской, все всемирные выставки, ярмарки, там была под эгидой Удмуртии, а нет, это было не международное, это было точно, это было в начале года, она была национальная, там была Удмуртия, я спрашиваю Удмуртов, ну языки, ну уж богатая у вас земля, правильно, у вас там много Удмуртии всякие разные, там много северных национальностей, неужели вы не хотите, ну провокационный такой был вопрос, неужели вы не хотите, ну самостоятельно на своей земле и так далее, я думал, что там предкорректно мне скажут, да нет, да мы не думали, да чего вы, а они сказали, думали, да, думали, ну ты понимаешь такое дело, с китайцами, вот если под китайцев идти, нам не выжить, они нас, мы от них собственно сами убегали, и если они нас сейчас догонят тут в России, то так бы будет, что мало не покажется, с Японией, вот так, как бы, видимо, были мысли по этому поводу, но мы тоже решили, что нет, поэтому мы вот с русским народом, вы нам не были комплиментарны, мы уже столько с вами вместе живем, мы не против, вы нам нравитесь, в общем-то, поэтому давайте жить вместе, вот так вот, вот если же мы сейчас будем говорить о том, что вот только, а вот каждому свое национальное государство, разобьемся, так сказать, по разным государствам, разобьемся по разным этим, устроим конфедерацию даже, это значит геополитический крах нашего, по сути дела, всего вот этого пространства, в первую очередь, конечно, вырезат русский народ, но потом возьмутся и за все остальные коренные народы России, поэтому мы должны сделать так, чтобы русский народ был силен, чтобы все понимали, что действительно он является системообразующим, как он являлся все эти тысячелетия, по сути дела, и до этого еще, и до христианства в том числе, для этого нужно, конечно, определенный, на мой взгляд, оказать помощь на государственном уровне, вот, а кого-то отделять, так сказать, от существующего государства, мне кажется, с вот такой вот просто геополитической, экономической, политической точки зрения, это очень-очень-очень-очень страшная ошибка, между прочим, по этому поводу, вот, страшный либерал, такой, да, есть такой, Санислав Белковский, сторонник засадить у нас в России принца Гарри, да, значит, которые там у них на Лондонщине не правят еще и не будет править, ну, вот, к нам отправить направление, это вот он тоже же поддерживал, говорит, типа, давайте будем нормальным, национальным, типа, европейским государством, маленьким, хорошим, туда-сюда, это не вариант, у нас, действительно, должно быть такое общее государство, но, тем не менее, в этом общем государстве должен быть первый среди равных, если так говорить, вот так. Тем временем, тем временем, по этому острополитическому вопросу в чате разгорелась дискуссия, наверное, так, какие еще вопросы? 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 Ага. А, вот. Штрейс Игорь спрашивает А что за ситуация с пенсионной реформой Очень часто стало всплывать О том что Они резко сократятся А ну тут ситуация очень простая Действительно так получается Что у государства Благодаря его неэффективному Управлению государством У нас все меньше и меньше Есть возможности Помогать Помогать пенсии Нашим пенсионерам Причем это проблема Не наша конкретная Российская Но это вообще проблема Общеевропейская Если так можно сказать И вообще всех Получается таких Государств Белой расы Почему? Потому что на самом деле Право мировых правительств Мирового правительства Если хотите Он звучит В конечном счете Очень просто Им ненавистна белая раса Да? Им ненавистна белая раса Они не хотят существования Данных народов На них представляют Вот как Чужеродными Себе Они их представляют Как Источником зла Несправедливости По их мнению Поэтому Вот таким способом Они хотят От них уничтожить И Как бы Вот вся Вот эта вот Политика Депропаганды Которая сейчас Процветает Европе Это же все понятно Это нужно Единоциды Они хотят Просто Не летальными Способами Да? Вот не как Вот на душегубках Там или как-нибудь Там С помощью бильотина Всех А вот таким способом Читай Жуй чипсы Смотри порнографию Думай только О себе И так далее Вот всеми этими способами Они Значит Хотят Нас уничтожить И во многом Кстати говоря Эти способы Проявили свою Огромную эффективность Поэтому Поэтому Пенсионная реформа Это Часть того Что У Государства И европейских Государств Против Не хватает Денег Здоровых Молодых Людей Которые Еще Работают Все меньше Да? Вот сейчас В Европе Огромная Безработница Молодого Населения В Испании Греция Она доходит До 60% Молодых Населений Не работают То есть Это будущие Кадры Революции Если так По большому Счету Сказать Да? Всех Социальных Потрясений Кандидаты Такие Кадры То Получается Что К стариков Некому Кормить И поэтому Всячески Сейчас Государство Во всех Европейских Странах Нашим Тоже Пытается Увельють От Финансирования Выдачи Справедливо Заработанного На самом деле Потому что Все с налогом Берется Правильно Пенсионные Фонды Отчисления У Стариков Ситуация Это конечно Просто Неприземлемая Лупинющая Ситуация Конечно Ее придется Решать Вот Но Сейчас Что Можно Сделать Я могу Дать Простую Рекомендацию Надо Рожать Больше Детей Дети Помогут Старикам Пока Если Государство У нас Окупировано Еще Везде Редак О которых Я говорил Нужно Своими Способами Рожайте Детей Воспитывайте Детей Боитесь Правильно За Независимый Суренитет Пока Дети Помогут А потом Государство Наше Установим Там Государство Подключится То есть Варианты Есть Спорт Говорят Игорь Андрейчук Говорит В Украине Барушки За 1 кг Гречки Голосовали Да У нас Тоже Иногда Вот такие Попадаются Технологии Что называется Вот для чего Нас доверили Как вы Относитесь К победе Евгения Ройзмана На выборах Мэра Екатеринбурга Хороший Вопрос Роман Панкин Задает Я положительно Отношусь К этому Делу Вот Многие Упрекают Евгения Ройзмана В том Что Значит Он Связан С партией Прокорова То что Значит Прошлое У него Не такое И так далее Вы знаете Мне кажется Этот человек Да Ройзмана Сам по себе То есть Еврей Вот Значит Сам себе Этот человек Очень Такой Хороший Пример Это Пример К тому Что Если Паразит Если Допустим Человек Паразит Да Если Вот Он Работает Если он Старается Любой человек Будь он Даже Паразит Будь он Не Паразит И так далее Работает Старается И так далее И он Может Достигнуть Замечательных Результатов Он Может Быть Действительно Правильным Хорошим Нормальным Человеком В этом случае Ройзман Активно Борется И боролся С наркотой С наркозаразой Я видел Вот эти все Ролики Где они Соответственно Брали При помощи Милиции Сами И так далее Брали Наркоманов Брали Распространителей Наркотиков Как они Борются С цыганским Наркоторговлей Которая Очень сильно Процветает Знаете Это действительно Реальное дело Это реальное дело Которое Реально Спасло Уже Очень и очень Много Людей И На мой Гляд Если человек Занимается Действительно Каким-то Таким Реальным Делом Если он Душой Занима болеет То мне кажется Ему Кардбанш От народа В политику Открыт И вот Мои такие Воззрения Подтверждают Реументаты На выборах Мы знаем Что все Его противники Были откровенно Против него Устраивали Заказные Репортажи В частности Вот моя статья Вернее не моя статья Статья Дмитрия Байды С моим Маленьким Комментарием По этому поводу Есть у нас На русском Агентстве Новостей По поводу Вот Как Караулов Пытался Политический Киллер Замочить Перед выборами Розмана У него Получилось Но Это о чем Говорит О том Что люди Чувствуют Когда человек Действительно Приносит Пользу И Если Действительно Так То Такой Действительно Человеку В политике Есть место И поэтому Я хорошо Относу К тому Что Розман Попал В мэра Екатеринбурга Поскольку Теперь У него Есть шанс Глобализовывать Так сказать Свою деятельность То есть Уже Не в главной Екатеринбурге Это делать А уже По всей Распространять Дальше Скажем так Эту борьбу Там же Может быть Я не исключаю Он будет Талантливым Мэром И сможет Улучшить Ситуацию В других Отраслях Поскольку Если человек Справился С одним Делом Хорошо То есть Шанс Что он Все эти Хорошие Свои навыки Может проявить И в других Областях Деятельности Вот я Всячески Желаю Евгению Чтобы Он Свои Действительно Положительные Творческие Мужские Качества Проявил На Посту Мэра Ну Мы В общем-то Увидим Что там Будет Происходить И с вниманием Я думаю Наш Сайт Русского Агентства На Оси Будет За этим Делом Свидеть Ну 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 Вот Ну Вот Вопросов А Ну Вот Еще Один Вопрос Владимир Петрович Владимир Куда Я делаю Борьба С Гастарбайтерами Ну Борьба С Гастарбайтерами Сошла На нет Отчасти Я же Говорю Вам Что Выбор Мэра Нужно Как-то Это самое Собянино В Москве Нужно Было Как-то Так Сказать Народу Показать Но На самом деле Не получилось Потому что Выборы Прошли При рекордной Низкой Ярке В Москве Несмотря На то Что Он победил В первом Туре Кандидат Результат Второго Кандидата Которого Весь Запад Подделывал Всеми Своими Огромными Так сказать Материальными Ресурсами Но Который Тоже На самом Деле Набрал Потому что Явка Была Рекордом Низкая И он Набрал В принципе В русле Вот этого Либерального Либерального Меньшенового Либеральной Прослойки Которая Вот в Москве Уже Давно Окопалась Ну Она Дала Понятные Свои Глаза Навальному Поэтому Отчасти Сошла На нет Но Но Вот здесь Вот есть Существенное Но Дело Все в том Что Вот эти Все Ребята Это Будущий Кадровый Резерв Для Мирового Джихада На нашей Территории И Этот Момент Очень Четко Люди Во власти Понимают И Для того Чтобы Ликвидировать Это дело Каким-то Образом Нельзя Это Одномомент Не Сделать Как я Понимаю Эту Ситуацию Начинает Изменяться Наше Законодательство В этом Отношении В частности Будут Вот Новый Закон О Миграции Сейчас Если Не Ошибаюсь В Куздуме Верстается По этому Поводу Вот Я думаю Этот вопрос На Каких-нибудь Следующих Конференциях Я Подробнее Посмотрю Что они Там Будут Менять Но По Первым Там Моментам Который Был Это Судя Всего Будет Конечно В Сторон Ужесточения Все Это Дело Происходить Ну Потому Что Действительно Дальше Такая Ситуация Если Мы Хотим Как-то Защититься От Вторжения Змея Ее Дальше Терпеть Нельзя Она Будет Только Ухудшаться Вот Так Вот Вот Элина Задает Вопрос Я Точно Не Знаю Поскольку Пока Не Интересовался Что Там Произошло Ага Ну Вот Тут Ссылки Кстати Про Психофизическое Оружие Тоже Интересная Тема Евгений Федоров О пенсионной Реформе Тоже Ссылочки Дают Ну Вот В общем Активно Активно Когда Люди Активно Проявляют Интерес И обменяются Информацией Это Здорово Вот Ну Я Думаю Что На этом Можно Закончить Мы плодотворно С вами Почти Два Часа Занимались Я Думаю Что Ситуация По некоторым Моментам Любопытную Информацию Я вам Сообщил Если Нет Что Такие Есть Предложения Или Жалобы Пишите В адрес Русского Агентства Новостей Я Почитаю Все Ваши Письма Все Дойдут Вот И Засим Прощаюсь С вами Дорогие Участники Конференции До новых Встреч До Встреч Новых Конференций Что Происходит В России В мире Всем Всего Доброго До Связи Редактор субтитров Корректор А.Егорова